Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование второго соборного послания апостола Петра на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. Вы и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Из-за любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Таким предостережением звучат слова апостола Петра и к апостолам, и к ученикам того времени, и к нам сегодня, людям, живущим в наше время. Апостол Петр предупреждает, что как в те времена были лжепророки в народе, лжеучители, так они будут и до того дня, пока церковь здесь на земле будет церковь воинствующая до второго пришествия Христова и Страшного Суда. Мы видим, что апостол Петр продолжает эту тему, как он и говорил уже и в первой главе, но он указывает на причину, то есть какова причина, что будут лжепророки и лжеучители. Это указывается в третьем стихе, говорит, из-за любостяжания. Из любостяжания. То есть, что такое любостяжание? Это любление денег и любление мирской славы, почести, комфорта и прочего. В любостяжании, о нем сказано в Священном Писании, есть идолопоклонство. Апостол Анблагослов об этом говорит. Дети, храните себя от идолов. То есть, когда человек видит и только полагается в этой жизни на богатство и думает, что богатством можно решить все проблемы, как в этой жизни, так и в будущем, он глубоко ошибается, особенно то, что касается жизни будущей. Да и в этой, если человек сегодня что-то имеет, завтра может наступить какой-то кризис, и все, на что он полагал свою надежду, это исчезнет. Но здесь апостол Петр говорит немного о другом. Он говорит о том, что лжеучителя и лжепророки, их мотивом будет не служение Богу, не служение людям, а то, что называется, есть такая пословица, хоть с паршива овцы до клок шерсти. То есть, они будут служить не ради Иисуса, а ради хлеба Куса. И видеть в этом свое якобы такое предназначение. И в некоторые люди, они даже, надо сказать, что ослепляют этим самым себя. Вот мы знаем печальные те истории, которые в Греции там батюшка сложил себе сан и стал психологом, потому что на исповеди, в общем-то, мы денег наши священники не берут, и нет никакой таксы. А я вам скажу, психологическая консультация, там есть определенная такса. Там уже приходит человек не на исповедь, как в храм Божий, а приходит, как там другие отношения. Не как отец и сын или дочь выстраиваются в церкви, а как клиент. Ну, а клиент, он, конечно, предусматривает, что он должен что-то заплатить. Поэтому видится так, что многие люди, которые совершили этот опрометчивый, в общем-то, шаг, как говорил Абостол Петр, помните в предыдущей главе, в каком звании вы призваны, в таком и ходите, отрешиться от себя, снять святой сан, снять такое предназначение добровольно, ради любостяжания, ради того, чтобы быть психологическим консультантом вместо пастыря Божьего. Это, конечно, опрометчивое, мягко говоря, опроветчивый шаг и опрометчивое решение. Из-за любостяжания, говорит, будут уловлять вас льстивыми словами и предупреждают, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И далее продолжает. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав удами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, то есть до последнего страшного суда, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведно Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Видите, апостол Петр здесь отправляет нас к ветхозаветному, к ветхозаветной истории. Действительно, в восьми душах, как он указывает, сохранился весь род человеческий, и именно от Сима, Хама и Афета далее распространились люди по всему лицу земли. И он так и говорит, что Ной тогда среди всего этого народа был праведным, Лот среди этого развращенного народа был праведным и мучился, как он говорит, в праведности своей, видя весь этот разврат. И здесь он говорит и нам в утешении, несмотря на то, что бушует мир страстей вокруг нас, нам необходимо с вами помнить и надеяться, и уповать на милость Божию, что для, как он говорит, для беззаконников соблюдает их ко дню суда, для она же, проводняя через искушение, видите, как он пишет, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых. То есть, если мы всей душой, всем своим сердцем стремимся к тому, где-то впадая в искушение, но не смиряясь с тем, что впав в искушение, что это норма жизни, то Господь нас соблюдает для своего царствия. В этом можно и, ну, в некой мере, даже не сомневаться. Главное нам не смириться с и не сообразоваться с веком всем. Помните эти слова, я их часто повторяю. Не сообразуйтесь с веком этим, а преобразуйтесь обновлением мула вашего, чтобы вам нам понимать, что есть воля Божия благая, угодная, совершенная. Чем отличается православный человек, благочестивый человек, стремящийся к благочестию от неправославного? Православный человек, и если согрешает, то в состоянии греха он считает, что это не норма. Он ищет быстро пути исправления, ищет священника, идет, исповедуется, всеми берет совет, как ему далее устоять, чтобы опять не впасть в это искушение, чтобы не впасть в него, в полном смысле, это слово, но преодолеть его. А человек, который, человек век из сего, он считает, что, да подумаешь, все пьют, а что такое вот? Да все блудят, у всех есть любовницы, это даже сейчас как-то там дают такие, да, советы разные консультанты, о которых мы говорили выше, говорят, ну, надо себе завести еще одну, жизнь немножко разнообразить, и тогда, может, ты поймешь, что все-таки твоя избранница, она лучше, ну, поживи там, побегай на сторону к другой, и к третьей, и к четвертой, ничего такого нет в этом, это все инстинкты, да, ну, нельзя человеческую жизнь, человек как образ и подобие Божий возводить на уровень низменных инстинктов. Конечно, инстинкты у человека есть, они заложены тоже Богом, но надо помнить, что человеческая природа, она искажена грехом, и поэтому не всякое влечение нужно удовлетворять. Как апостол и говорит, это в другом месте, что не живите по похотям, то есть по желаниям, похоть мира, похоть века сего, по похотям века сего. И в этом смысле нужно себя сдерживать, а у нас все есть в церкви. Даже есть такое слово, которое некоторые боятся, аскетизм. Очень хорошее слово. Оно переводится, на самом деле, как упражнение. Надо упражняться в добродетелях, и тогда не будет время, когда впадать, в полном смысле этого слова, в искушение, в какие-нибудь по страстям и по влечениям века сего. Так и предупреждает здесь апостол, обращая внимание и на Ноя, и на Лота, в каких условиях они жили. То есть нас это подбадривает, что если и вы живете в среде этого развращенного мира, можно здесь много имен еще было провести, и Даниила, например, который жил вообще в этом, когда в среде этого царя Новоходоносора, в этом Вавилоне развращенном. Поэтому здесь множество примеров есть. Далее продолжает. Тогда как и ангелы, происходя из их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловлении и истреблении, злослоят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. То есть здесь говорится о сынах проклятия, прельщенные, которые прельщают неутвержденные души людей. Неутвержденные души людей. И далее апостол говорит, они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими. Видите, обманами своими. То есть человек сам себя обманывает, что в этом именно смысл жизни, пиршенствуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Опять об этой теме говорит апостол Петр. Мы помним, кого погубил этот грех, любостяжание. Иуду. Он любил. Сребро, которое падало в ящик, оно звенело. Он возлюбил мзду неправедную больше, чем Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, когда иногда на страницах интернета ходят такие разговоры, ну, священник, подумаешь, оставил сан, он выбрал свой путь, человек свободный. Хочу сказать, так могут рассуждать только люди, которых ум далек вообще от понимания и священного писания, и предназначения, и человека, не даже не священника, а просто христианина на земле. Это секулярные различные рассуждения, которые не имеют никакой ценности для православного человека, который понимает, в чем его призвание. Как сказано, много званых, но мало избранных. Отречься от сана во имя любостяжания, это, ну, я уже об этом сказал, и не буду больше говорить. Сами подумайте. Оставив прямой путь, они заблудились, и об этом апостол Петр тут, в общем-то, и говорит. «Идя по следам Валаама, помним, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Снова нас отправляют к ветхозаветной истории. Помните, когда Валаама язычники хотели его нанять за деньги, чтобы он проклял народ израильский, потому что они видели, что если он что-то скажет, то это обязательно исполняется. Они в своем магическом понимании этого вопроса думали, что, ну вот, если Валаам так скажет, то с точки зрения магии, как раз он мах, наверное, колдун, и вот все это исполнится, и Израиль будет повержен. И мы помним, когда Валаам прельстился этой мздою, то есть деньгами, и пошел, чтобы народ израильский проклясть, то даже ослица, бессловесная, прижала его к скале, ногу ему сломала и проговорила человеческим голосом. Поэтому сказано в Священном Писании, если вы будете молчать, то камни вы запеют. Камни вы запеют. Необходимо говорить, как апостол Павел пишет, что некоторых и страхом спасаете, а других и обличаете. Надо говорить, и, как сказано, молчанием предается Бог. Если мы видим какую-то неправду, нужно находить формы для того, чтобы об этом говорить. Не ради того, чтобы укорить брата или сестру, а ради того, чтобы исправить. Поэтому, прежде чем подойти, действительно обличить, необходимо еще и хорошенько помолиться, а лучше попаститься. А потом, чтобы увидеть правильный смысл обличения, подойти и сказать, слушай, брат, вот вижу, что ты как-то, ну, ты меня прости, я сам грешник, ну, давай как тут постараемся, вот так и так, или сестра, давай постараемся. Как сказано, обличит, кто обличит мудрого, тот наберется мудрость. Но если мы услышим в ответ какое-то, да, такое противление, то будем вспомнить слова и премудрого Соломона, который говорит о том, обличивший мудрого, приобретет друга, обличивший глупого, ну, действительно, живет врага. Поэтому будем к этому тоже и готовы. Далее апостол Петр продолжает и говорит, это безводные источники, а молока, мглы, гонимые бурю, им приготовлен мрак вечной тьмы. Вот на этом я бы хотел снова-снова обратить внимание. Мрак вечной тьмы. Не говорится временной тьмы, а мрак вечной тьмы. Как и Господь Иисус Христос, помните в Евангелии от Марка. Можем с вами, у нас Священное Писание перед глазами, у многих, кто смотрит и изучает Священное Писание через портал xgz.ru. 25 глава. Смотрите, как пишет, как говорит Спаситель. «Ибо пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть есть мука вечная, и есть жизнь вечная с Богом и в Боге. Если мы пойдем по такой логике, скажем, что муки, они будут не вечные, то мы можем прийти к другой логике. Знаете, к какой? Вечное блаженство, она не будет вечной. Она тоже будет какой-то временной. Если человек как-нибудь там опрохвостится в вечном блаженстве, то он попадет на чистку туда, да, снова, а потом может опять. Видите, каким фантазиям можно прийти. Есть у одного современного поэта такое интересное стихотворение, которое я нашел. Он пишет, оно так и называется, «О ереси всеобщего спасения». Вот я бы хотел вам сегодня его прочитать. Он написан в ироническом стиле, но, на мой взгляд, достаточно трезвляющее, чтобы понять, о чем идет речь. Спи, младенец мой прекрасный, сладко спи, мой свет. Муки грешных, бред ужасный, ада больше нет. Пусть тебе спокойно спится, баюшки бою. Дьявол сделался деницей, и теперь в раю. Стали ангелами черти, звезды светят вновь. Нет греха, нет вечной смерти, а одна любовь. Я тебе повем про чудо. В рай вернулся ад. Ленин, Гитлер и Иуда в небесах парят. А Держинские и чекисты, вороны ночей, превратились в стаю чистых белых лебедей. Вышел вон из преисподней целый легион. Тамерлан, Батый сосродний, Ирод и Нерон, спи. Любовь суда не знает, у нее одно. Всех и все она равняет, как морское дно. Атеисты, иноверцы и еретики будут крещены по смерти в водах стикс реки. Вот такое вот стихотворение. И, на мой взгляд, оно очень многое проясняет. Бог, он не только любовь, но Бог, он и справедливый судья. О нем сказано, что Бог нелицеприятен. Поэтому, ну где же тогда будет справедливость Божия, если и еретики, и Иуда, и те, которые убивали, и те, которые расстреливали новомучеников, исповедников российских, они будут вместе с ними в блаженство и в раю. Ну, по-моему, это не совсем похоже даже на любовь Божию по отношению к праведникам. Как это может быть тогда? Участь беззаконников, Бедоспочтенный пишет по этому поводу, цитата, «Беззаконники, говорит, соблюдаются ко дню суда для наказания. Не потому, что они для суда, лишенные телесного облика, еще не отбывают наказание за грехи, но потому, что более тяжелая мука на суде им уготована. Ведь они будут мучимы, восприняв тело, а не только душу, как сейчас». И далее апостол продолжает, 18 стих, «Ибо, произнеся надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разрад тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». То есть говорится о лжепророках и о лжеучителях, с чего и начал апостол. Именно кого они уловляют? Людей, к своим пустословиям, людей, которые едва только вчера отстали от заблуждения. То есть людей, не утвержденных в вере. «Обещают им свободу, пишет апостол Петр, будучи сами рабы тлейни. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнут сквер мира сего познания Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для того хуже первого». И смотрите, как заключает. «Лучше бы им не познавать пути правды». Слышите, как? «Лучше бы и не познавать». Для таких, наверное, суд будет как-то более милосердный, что ли, с точки зрения нашего такого человеческого понимания. «Лучше бы не познавать», потому что, как сказано, «кому много дано, стану с того много и спроситься». «Лучше бы, — говорит, — и не познавать им пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преподанной им святой заповеди». И далее такое приводит сравнение. «Но с ними случается поверной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Вот так. Очень важное послание и очень важная глава. Советую вам поисследовать ее еще в свете отцов церкви и учителей церкви самостоятельно дома. Несмотря на то, что в ней всего содержится 23 стиха, но здесь серьезное наполнение и достаточно глубокий смысл для нашего вразумления и назидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok